Лейтенант Петрыкин. Причина остановки. Хочу секса. В смысле? Да не с вами, а с женой. Вы вообще что ли оборзлили? Я, между прочим, не такая. Да не с вашей женой, с своей женой. Хочу секса. А мы тут при чем? Ну, вы мне можете всему допомогти. Чем? Уговорить ее? Да нет. Она шубу хочет. Разумеете? И? Ну, и? Не ма грошей, не ма шубы. И? Не ма шубы, не ма сексу. Шо? И? Послушайте, у моей жены тоже нет шубы. Но при этом у нас прекрасный секс. Вот видели? Да то она у вас просто страшненько, маленько и непринципиально. У меня там... Слушайте, это уже наглость. Наглость ездить без аптечки. Оце наглость. Есть у вас аптечка? Конечно. А может у вас еще и огнетушитель есть? Естественно. Может у вас еще... У нас есть все необходимое, чтобы не заниматься благотворительностью в вашу пользу. А че тогда у вас номера заляпаны грязью, а? Да что вы врете? Мы только с автомойки. А я сейчас пойду подивлюсь и точно вам скажу, что они у вас грязью заляпаны, а шея багажник у вас открою и найду там что-то запрещенное. А це я вам гарантирую. Так шо давайте по-хорошему. Да боюсь, что по-хорошему уже не получится. Ну добрый, не по-хорошему. Давай ты по-плохому, мне какая разница. Только гроши давайте, я дуже секса хочу. Все. Сейчас вам будет секс. Алло, кум, привет. Привет, дорогой, да? Кумше, ой, алло, кум. Тут твои подчиненные на трассе оборзели. Да, наглеют по полной. Да, сейчас. Вот тут вас очень хотят. Что там за мурлоша? Гимно якесь по-любому. Алло, шо ти хо... А, це ви, товарищ полковник? Добре, иду. А, ні, ну давайте не туди, а все зрозумів, иду. Так, добре, до побачення. Ну что, старлей, понравился секс по телефону? Еще вечером на ковряв начальство добавят. Ой, вы, кстати, когда к полковнику пойдете, так вы с собой жезл не берите, на всякий случай. Да, идите вы! Реально завелись. Ма, не переживай, я еще выйду замуж. Ну что ты начинаешь? Все, я потом перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, заказик. Бережок. Да, да, там пиджак. Ой, он у вас, наверное, такой безответственный, да? Чего? Ну, просто мог бы три дня назад забрать свою одежду, а так вас послал сегодня. Ну, понимаете, он просто очень занятой. Да. Ну, может и занятой. Но, знаете, по всем показателям, больше кажется, что не занятой, а думает, как деньги заработать, бизнес-планы строит. Заказывают себе всякие там костюмы из Китая. Ну, это подделка известного бренда, допустим. Нет, это настоящий бренд. Ну, что вы, я как профессионал вижу, что подделка. Ну, не знаю, вам, наверное, показалось. Ну, может и показалось. Просто кажется, знаете, сегодня костюм заказал, а завтра вам айфон из Китая закажет. А откуда вы про айфон знаете? Ой, нет, это просто западение. Ну, как, все в порядке, да? Да, да. Просто мне кажется, что он у вас бабник. Да вы с чего взяли? Ну, очень много слоев духов было. Женских. Слушайте, ну, это, может быть, мои духи? Ну, среди этих всех были, конечно, и ваши, да. Да-да-да. Ну, может, вам просто показалось. Ну, может и показалось. Может, еще показалось, что он по ресторанам ходит. Как вы поняли? Ну, у него просто тут было пятнышко от соуса, соево-чесночного. А такой подается только на пузняках. А вот здесь было жировое пятно, которое капает только с чебурека в грузинском ресторане в центре. Ну, может быть, мне просто показалось. Правда? Наверное, вам просто показалось. Наверное, да. А еще я у него денежку нашла. Тоже по пятнам? Нет, конечно. В скрытом карманчике. Догадываетесь, на какие это расходы? Боже мой, девушка, спасибо, что открыли мне глаза на этого отвратительного человека. Ну, что вы, это женская солидарность. Ну, а может быть, и показалось. Янчик, ну сколько можно? Я тебя жду в машине. Ах ты, Кобелина! Значит так, я не желаю больше с тобой оставаться, потому что ты... Лгун! Яна! Так, Люся. Что ты делаешь, а? А что, Люся? Что, Люся? Почему ты морочишь голову моим девушкам? Это пятая, которая от меня в этом году уходит. Ну, а что ж ты находишь таких безруких, которые сами не могут тебе пятна вычистить? Нашел бы хорошую. Домохозяй. Я вышла бы замуж, стирала бы тебе с утра до вечера. Послушай меня, Люся, то, что между нами было, это ничего не было. Я просто подскользнулся в ночном клубе. И все. С вас пятьсот. Сейчас принесу. Яночка, Янчик! Куда ты от меня денешься? Тут одна химчистка на районе, а ты засранец. Тем более, заначку забыл. Там у меня деньги были. Ничего не знаю, пятьсот с вас. Лорик, привет! Мой бывший приходил, прикинь? Прикинь, ситуация. Едет как нахуй. Редкостный. О, слушай, ты это, фильтр прикрути сейчас немного. Ага, ты знаешь, что у нее муж? Знаю. Редкостный. Ну да. Все, понял, понял. Ставлю фильтр на свой базар. Здравствуйте. Мама, пожалуйста, ты можешь помолчать? У меня что-то с мотором происходит. Я не знаю, можете его посмотреть? А что конкретно происходит с мотором? Ну, он барахлит. А если он барахлит, это значит, что он барахло? Ты можешь, пожалуйста, помолчать? Хоть пять минут, когда взрослый разговаривает. Да. Ну, что-то он там стучит. А что стучит? Леша, пять минут, помолчи. Сейчас. Да, зайчик. Что? Леша, значит, стой здесь, никуда не ходи и дядям не мешай. И что? Что Валера тебе сказал? Ну что, пойду посмотрю этот мотор. Ёлку надо будет купить на Новый год. А зачем вам она сейчас? Сейчас же осень. Ну, так, чтобы не прозабыть про неё. А, у вас память плохая? Мальчик, не за... Не за... Будь, что мама сказала. Не мешай дядям работать, правильно? А это что такое? Свеча. А почему она не горит? Ну, это автомобильная свеча, она... А это что? Аккумулятор. А что такое аккумулятор? Мальчик, не за... Вставляй нас отвлекаться от работы, ладно? Я сказала, успокойся, я приеду, всё решим. Давай. Мама, а ты знаешь, что такое свечи? Да. А что такое аккумулятор? Ну, теоретически, да. А ты знаешь, что такое звездец? А это то, что сделает твой папа с этими дядями, когда он сюда приедет. Ты? Лейтенант Майоров, а у вас есть разрешение на торговлю предметами искусства? Простите, какое разрешение? Законное. А, ну... Понятно. Каляки-маляки рисовать любим, а закон нет, да? Ну что ж, будем учить закон через кошелёк. Ну, извините, но я ещё ни одной картины не продал. И что? Я тоже. Но деньги уже нужны. Вы что, тоже пишете? Портреты, майонез, может быть? Протоколы. И они очень даже неплохо продаются. Ну, я же говорю, я не продал ещё ни одной картины. Понятно. Значит, пройдём в отделение, я вам сейчас такой протокольчик нарисую. Стойте, стойте. А давайте я вместо денег напишу ваш портрет. Хм, бартер? Это интересно. Ну, приступим. Давайте попробуем. Ну, чё там, Пикачу? Может, Пикассо? Да какая хрен разница? Ещё пару стрижков, пару стрижков. Подпись, дата. И на память сфотографирую. Ой, какая картина получилась замечательная. Так меня ещё никто никогда не вдохновлял. Протокол он такой, вдохновит кого угодно. Ага. А чё, можно смотреть? А ну, дай посмотрим. Да, да, пожалуйста. Прошу. Ты? Я не понял. Мы чё тут голые? И чё мы это, того друг друга или чё? Ты чё, обалдел, Рембрандт недоделанный. Я вас так вижу, понимаете? Ну, я думаю, не только я. Весь народ вас так видит. Так всё, ты дорисовался, короче. Ещё одно движение. И эта фотография будет в интернете. Шантажист хренов. Ладно. Ладно, можешь тут это, рисовай себе спокойно. Короче, мы тебя не по тревогу. То-то же. Стойте, стойте, стойте. А, две тысячи. Чё, за шо? В смысле? Я бесплатно не рисую. Ну вот мы с тобой и стали первыми жертвами искусства в этом парке. Да. Яна? Ой, Санечка, привет, уже вернулся. Ты что это делаешь такое? Я? Что-что, на лошади скачу. Виртуальной реальности, понимаешь? Так со стороны кажется, что ты не на лошади скачешь. Слушай, что это за игры дурацкие? Давай другую какую-то играй. Другую? Сейчас посмотрю. Так. О! Это что за игра такая? Это пекарь. И что ты этому пекарю делаешь? Саша, масло взбивай венчиком. Так, мне не нравятся такие игры. Не надо никому ничего взбивать там венчиком. Давай другую игру. Блин, там только пацанячие остались сейчас. Вот с пацанячей играй. О! Лыжи! Так. Яна! Все, хватит. Все, наиграл. Дай я посмотрю, что там за игры. Так. Это что? А, это лыжи. Нафиг. Не надо. О! Ничего себе. Тут бокс есть. Круть какая, а! Оп! Оп ты, пусты! Оп! Ох ты, прикол какой, а! Фу! О! На! 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 Оп! Изь! Оп! Ай-яй-яй! Нехорошо! Рожь, на, 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 и двоечка в бороду. Тун-тун, оп, оп! Ай, блин! А, нифига себе, игра виртуальная, а больно по-настоящему. Тереп понял, на каком ты жеребце скакала. Саш, я тебе сейчас все объясню. Не надо ничего говорить. Не надо. Посмотри сюда. Саша, я уже не могу, мне уже рука болит. Делай, делай! Партошу нужны еще эклеры! Еще 200 эклеров, и все! Сколько скакать-то можно? У меня уже спина болит. Ничего, ничего, немножко. 200 льей, и мы в Бургундии! Ускоряемся! За нами тысяча чертей! Ха-ха-ха-ха! Да! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! На троих! Так. Здравствуйте! Чем можем вам помочь? Дайте что-то запоя. Блин! Я сразу понял. Могу вам предложить алко-стоп? Нет, что-то сильное от запоя. Сильное? Сильное. Что, прям колбасит, голова болит, да? Голова? Ага. Нет. Нет. Может, вам минералочки? Не-не-не-не-не-не откажусь. Хорошо. Да. А, так, давно употребляете? В смысле? Ну, бухайте, наваливайте. Вью-ью, у меня вариантов, в принципе, много. Нет, нет. Нет. Не пью вообще. Я совсем... Вы ж только что сами что-то попросили от запоя. Господи. Да не от запоя. А от запоя. Как по мне, одинаково. Господи. Пидурки вы, а не преавизоры. Я вам говорю, мне от запоя что-то надо. Запою меня. С автойника покакать не могу. Давай. Ой, как здорово, что у вас не запой, а запой. Вот, держите. Только принимайте утром, а не на ночь. А то проснетесь раньше, чем проснетесь. Хоть бы просряться мне. Спасибо. Ага. По-моему, он еще не принял, а уже подействовало. Мне кажется, он не дойдет. Три, два, один. Обед! Обед, 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 обед. Фух. Вот это я устал делать вид, что я что-то делаю. А, ты знаешь, что делать вид, что ты что-то делаешь, еще сложнее, чем ты реально что-то делаешь. Точно, коллега. Кстати, может быть, по кофейку? Конечно. Конечно, по кофейку. И приступим к трапезе. Да. Так. О, кофейку. Да, пожалуйста. Да. Отлично. Так, ну, приятного аппетита. А, приятного аппетита. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Повтори, что ты сказал. Говорю, чуть сердце не остановилось. Сердце. Коллега, вы сейчас думаете о том же, о чем и я? Ты хочешь напугать анакондовну, чтобы она ушла на больничный, и нам не пришлось писать отсчет? Да, коллега, вы понимаете меня с полуслова. Давайте таракан. Фу, капец, как похоже. Да-да-да-да. Ну что, кто понесет папку? Я понесу. Я тоже хочу посмотреть на ее лицо, когда она его увидит. Да. Да. Кого увидит? Наш отсчет. Вы сделали отчет еще до обеда? Угу. Странно, странно. Она нас закрыла. Что она говорит? Говорит, что нас нельзя отсюда выпускать, потому что тут таракан, и нужно провести дезинфекцию. Какую дезинфекцию? Э, Э, Викторовна! Алло! Ну что, рукожопая, готовы к дезинфекции? Нет, Неда Сергеевна, нет, нет, пожалуйста, не надо. Мы пошутили. Пошутили. А теперь я пошучу. Ну а теперь самый верный способ борьбы с тараканами. Нет, нет, нет. Только не там. Сапак! Нет, вы беда! Ай-ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай! Набираем сапак на буль! Уходим! 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 А-а-а-а-а-а-а-а-а! Быстро защёл и сел. Скотина такая. Здравствуйте, доктор. У нас проблема. Я так понимаю, вот эта грязная и спящая проблема, да? Вот эта... Вонючая, пьяная, до шести утра, на баре танцующая. Ну, послушайте, ну, по выходным у каждой второй женщины такая проблема. Доктор, у меня другая проблема. Вы слышите, чем он пахнет? Он же пахнет женскими духами! А, в этом плане. Ну, послушайте, а может он просто решил вам сделать приятное? Купил духи вам, а потом расслабился немного и выпил. Очень мне приятно, очень я рада. Да неужели вы не понимаете, что он мне... Изменяет он мне! Ну, с чего вы взяли, ну, послушайте. А откуда у него царапины? Может он вам розы нарвал, хотел подарить? На спине? Может, спиной рвал он. Что мне голову морочить, неужели вы не понимаете, что он изменяет меня? Он же мне изменяет! Ну, что вы от меня хотите? Я не знаю, доктор, ну, может быть, у вас есть какое-то средство. Ну, чтобы он выпил и говорил мне всю правду. Есть такое средство. Есть. Но оно экспериментальное. Если он его выпьет, то он правду будет говорить до конца своих дней. А я и не против. А мы попробуем. Мало ли что, а вдруг вшел домой мустер в стол. Скотина такая. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Саша. Здравствуйте, доктор. Любимый. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходи, заходи. Ой, я смотрю, средство подействовало. Да, да, я такая счастливая, доктор. Я теперь все знаю, все. Вот, например, командировка. Это у нас рыбалка. А совещание с начальством, знаете что? Что? Баня. Да. А задержался на работе, это кафешка с друзьями. Ну, а самое главное вы узнали? Да, да я теперь вообще все что угодно могу узнать. Милый, а ты на корпоративе пил? Пил. А с девками? Скотина, танцевал? Танцевал, танцевал. Изменял мне? Нет. Потому что ты меня любишь? Нет. Просто не смог. Вот. А еще самое главное, что я узнала. Где у нас заначка? В розовой вазе, там на антресоле. Классно. Здорово. А побочные эффекты есть какие-то? Ну, есть. Я теперь, как тебе борщ и потолстела ли я, такие вопросы больше не задаю. Понятно. Ну, слушайте, я вас поздравляю, рад за вас. Ну, вы, наверное, идите, а я вашего мужа опрошу. Хочется полностью понять, как работает лекарство. Конечно, конечно. Садись, милень. Спасибо огромное. Я очень рада, очень. Он мне все равно потом все расскажет. Ну, конечно. 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 Это гениально, доктор. Вообще, слушайте, пару раз правду сказал. Все, теперь она всему верит. Теперь я и на рыбалку, и на охоту, куда угодно вообще мотаюсь. Рад за вас. Да, я еще, кстати, часть денег откладываю действительно в вазу, на антресоль, а часть на лодку. Сказал, что она жирная, пошла в спортзал. Сказал, что борщ... Теперь в борще мясо появилось. Поздравляю. Спасибо, доктор. Спасибо. Чуть не забыл. Это вам. От благодарных пациентов. Спасибо. 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 Ну, счастливо вам. Счастливо. Спасибо, доктор. Всего доброго. Да, дорогая, привет. Нет, ты что, не пьешь? Нет, нет. На работе допозднать сегодня буду. Нет, ну, ты знаешь, я же говорю правду. Да, я же под сывороткой. Ха-ха. Будем.